Уважаемые башка Гагаузии, уважаемые депутаты Народного Собрания, уважаемые гагаузские депутаты парламента, уважаемые патриоты и авторы референдума. Гагаузия – это неотъемлемая часть Молдовы. Наш народ восстановил свою государственность в составе независимого молдавского государства. Это случилось благодаря толерантности, терпимости, мудрости наших народов. Нельзя оценивать взаимоотношения молдавского и гагаузского народа через отношения к нам центральной власти, находящейся в управлении страной на определенных этапах ее развития. Братские и добрососедские отношения наших народов уходят корнями глубоко в историю. Наша автономия должна выстраивать спокойный и конструктивный диалог с Кишиневым. От конфронтации не выиграет никто. Мы должны понимать, что наша Гагаузия будет существовать столько, сколько будет существовать независимое государство Республика Молдова. В то же время наш регион должен выстраивать такие отношения с Кишиневым, которые бы исключили возможность пренебрегать мнением автономии при определении внутренней и даже внешней политики страны. Наша Гагаузия в полной мере должна сыграть положительную роль по реинтеграции всего государства. Только уважительное отношение друг к другу, учитывание взаимных интересов, понимание, что при всех противоречиях высшим принципам всех граждан Республики Молдова является сохранение и укрепление государственности, что в свою очередь даст развитие и нашей автономии. В основе определения внешних связей Гагаузии должны быть результаты референдума от 2 февраля 2014 года. Наш народ высказал свое желание интегрироваться в Евразийский Союз. Никто не может оставить под сомнение выбор нашего народа. Руководство автономии обязано не только декларировать решения жителей автономии, а претворять в жизнь. Я рад вас приветствовать на этом форуме, потому что вы в действительности передворяете наши, что мы дальше будем работать. Мы должны проанализировать, что сделали. И после этого идти вперед. Я вкратце хочу сказать огромное спасибо не только организаторам этого предисцита, которые только инициаторам. Потому что задача была, чтобы мы около 6 тысяч подписей собрали за 2 дня. Ну, чтобы спецслужбы Республики Молдова не успели противодействовать этому, не испугать этого. Правда, Киригунда начала собирать пятницу подписи, а потом все остальные, пятницу вечером, а все остальные за субботу и воскресенье в понедельник уже регистрировались в Народном собрании инициативной группы подписи со всех населенных пунктов. Очень быстро, оперативно, поэтому получилось так, что как у всех ком на голову, как, что, и многие не верили, хотя там было не 5, а около 6 тысяч. Я в действительности председателя Народного собрания, господин Константинов, благодарен, что он направлял их в нашу комиссию. Мы потом организовали открытые парламентские слушания с тем, чтобы активизировать население региона. И не было бы референдума, даже если Народное собрание проголосовали, мы даже приняли повторное решение, чтобы оно было законно с точки зрения права, мы внесли изменения в закон о референдуме. Кстати, могу сказать, когда здесь говорят, что центральные власти не только здесь, и все говорят, не признали, следствия массовой информации тоже слышат, что центральные власти не признали, но нет центральных властей права и полномочий признавать или не признавать результаты плебисцита. Согласно законам об особом правовом статусе, это исключительная компетенция Народного собрания Гагаузии и Народного Гагаузии. Но нету, если нету права, зачем же говорить, мы не признаем. Поэтому признаете вы или не признаете, но это факт, совершившийся, и мы должны согласно совершившегося факта дальше работать. Здесь уже говорили, что два референдума было. На самом деле у нас у Виктора Развития, ну, референдум был как дымовой завесой, что прошел на самом деле референдум в отложенном статусе, потому что мы фактически, и это признал Госдеп Соединенных Штатов Америки, что Гагаузии под шумок провозгласили свою независимость, дословно. Потому что, согласно этого закона, который был принят референдумом, Гагаузия в случае изменения статуса Республики Молдова, а не дай Бог вообще ликвидации, не проводит никаких референдумов, там же прошел он, становится независимым государством Республики Гагаузии. И в этом же законе, прописанном механизм, как это делается, мы фактически воспользовались своим конституционным правом, правом, заложенным в документах ООН. Поэтому на этом мы должны поставить точку и продвигаться вперед то, что нам сейчас нужно делать. Но прежде чем я озвучу то, что, на мой взгляд, нужно мы делать, я хочу большое спасибо сказать членам Центральной избирательной комиссии Гагаузии, которые провели этот референдум, их пугали, против них возбуждали уголовное дело. Особое спасибо я хочу сказать господи Зайдлистник, Валентине Васильевне, потому что ее до сих пор, она была председателем Центральной избирательной комиссии, ее до сих пор приглашают, допрашивают по возбужденному уголовному делу, за то, что провели референдум. Я приветствую всех участников форума. Спасибо, что представили такую возможность. Я обращаюсь к Маградуру. И с удовольствием хотел бы обсудить повестку, которую вы нам сегодня предложили. В двух словах, если можно, то, с чего мы начинали, именно сам референдум был специализирован для того, чтобы мы сегодня с вами собрались. И обсуждали насущие проблемы, которые интересуют наше общество. Идея тут сегодня звучала неоднократно. Проведение референдум заключалось в утверждении двух политических вопросов и мобилляции международного сообщества. О тех проблемах, которые сегодня существуют в Адуме, я имею в виду нерешенные вопросы на законодательном уровне, несправедливые отношения на протяжении всех последних лет. И, собственно говоря, нужно четко сказать, что мы цели достигли. То есть мы довести до мирового сообщества то, с чем сталкивается Крыговская автономия. Начнем с политической модернизации. Итак, политическая модернизация. С чего нам стоит начинать? Прежде всего, нужно отметить, что в политической модернизации находятся тесные связи, взаимосвязи с юридическими полномочиями и возможностями, которые были закреплены в 1994 году с законом об особом правовом статусе Гагаузии. Это, прежде всего, если мы об этом говорим, то это институциональные возможности Гагаузии. Другими словами, результат политической модернизации автономии это и функционирование ЦИКа Гагаузии, функционирование КСТР, функционирование суда уложений в этой перспективе. Институтом надзора и контроля, они очень сильно зависят от того, к чему придет комиссия между парламентом Республики Молдова и Народным Собранием Гагаузии. Ровно два года назад мы стали участниками и свидетелями великого события для будущего нашего народа и для Гагаузии как состоятельный единиц. Тогда перед Гагаузией стояли важные и конкретные вопросы. Относительно того, пойти по пути полного игнорирования интересов общества и пойти по пути сближения с Европейским Союзом, то есть чего требуют европейские власти, или провести абсолютно легитимный плебисцит, прислушаться к мнению народа и, соответственно, выполнить интересы общества. Референдум все-таки состоялся, и результаты никого не удивили. Все население, независимо от национальности, независимо от политической принадлежности и социального статуса, объединились для решения не только собственных проблем, но и вообще государственных. Прошло два года, и мы уже можем проводить определенные итоги относительно того, что мы имеем после референдума. Первое. Факт, как данность. О КГУЗе заговорили на международных площадках и появилась возможность находить потенциальных партнеров по развитию. Но, к сожалению, как мне кажется, предлагается недостаточно усилий для использования этих возможностей. Мы нуждаемся в инвестициях, в том числе иностранных, надежных партнерах и в постоянном сотрудничестве во благо, в первую очередь, нашего народа. Второй момент. Была создана комиссия между парламентом Республики Молдова и Народным собранием Гагузи по гармонизации законодательства Республики Молдова по отношению к закону о правовом статусе Гагузи. Мы имеем свои законные права и возможности их реализации. Но у нас серьезная проблема с гарантиями со стороны Кишинева исполнения наших собственных прав. Сегодня вторая часть референдума, откровенно говоря, не исполняется. Нам не нужно быть лояльными к центру. Необходимо просто отстаивать собственные интересы через законные процедуры. Мы состоятельная единица и имеем все основания требовать соблюдения общих договоренностей. Мы не район, а автономно-территориальное образование с особым правовым статусом и полномочий. Это надо учитывать всем. Третий момент. Осуществляется попытка действующей власти улучшить отношения с регионами России путем подписания намерений и соглашения с сотрудничеством. Это положительный момент, безусловно. Но важно понимать смысл и значение этих процедур. Если транзакционные издержки, то есть время, потраченное на договоры, финансы, потраченные на поездки и остальные издержки, превышают конечный результат даже в перспективе, то я считаю, что нам нужно отказаться от этих процедур и придумать что-то новое. Если мы сегодня подписываем соглашение, эффект должен быть не только для бизнеса, эффект должен почувствовать народ, общество. Это очень принципиальный момент. Если мы сегодня будем поднимать бизнес и не будем обращать внимание на социальные проблемы, это будет социальная катастрофа. Имеет методику подсчета малого регионального продукта. И сколько мы можем жить с закрытыми глазами? И все это дотационные, недотационные, все остальное, это все филикинограмма. Вот сидит человек, институт экономики, совместно подготовить эту методику. Все премьер-министры Молдовы начинают с Ангелии и заканчивая нынешним, боятся этого. Но мы же не боимся. Давайте привлечем силы и посчитаем, чтобы мы могли знать, где мы находимся. Даже если у нас завтра будет отдельное гагаузское государство, дилеммы, мы будем управлять коррупционными схемами у нас тут или будут антикоррупционные схемы управления. Поверьте, господин ЧПШ, я вот эти вещи слушаю уже 20 лет. Очень удобно сегодня управлять Гагаузией и Народным собранием, и Сполком. Вы знаете, почему у нас не получается? Кишиневу, Народным собранием. Вы знаете, у нас нет полномочий, если были бы полномочия. Мандат есть, давайте возьмем ответственность на себя. Надо зайти, двери закрыты, надо зайти с окна, взять штурвал в руки и управлять гагаузией. Нельзя, чтобы было внешнее управление гагаузией. Тогда зачем мандат? Поэтому здесь, мне кажется, что новое я увидел. Я был неверующим человеком, я сегодня стал верующим. Есть этих двух парней. Уважаемые народные собрания, если подпустите чуть-чуть поближе, эти двое парней не только будут предлагать что-то, но они смогут участвовать в принятии решений. Поверьте, я знающих умных двух ребят заметил. Я не знал. Это какая-то новость для Камрада. Это находка, это находка для гагаузии. Иван Николаевич Еланжи, это супер. Человек знает, он знает ответы на три вопроса. Что, как и кто. Потому что что делать? Мы знаем, что. А вот как это делать? И кто это должен делать? И, конечно же, Талмаш Анатолий, супер. Вот эти двое ребята, высшие степенные эксперты, дайте им возможность. Почему я так говорю? Да потом же в 2008 году мы с Леонидом Доброва сделали другой проект экономический. 2008-й, вспомните. И мы дали это народному собранию. Даже не пригласили. То ли исполком им не представил тогда, 2008-го года. И все. Все эти предложения были и Доброва, и Майдрова. Все уходило в корзину. На первом месте готовы ли вы, Вадим Петрович, идти на реформу? Готовы ли? Для этого что нужно? Политическая воля. Почему Добров силен? Да у него воля есть. У него воля есть, он всегда показывает дорогу. И референдум, потому что он. Автономия, потому что он. Университет, потому что он. Нам нужны сначала личности сильные, волевые. Возьмите ответственность на себя. Иван Георг знает. В 90-м году, Иван Георг говорит, мы взяли на себя ответственность. Мы не ждали, дадут ли нам автономию или не дадут. Мы его взяли. А почему сегодня не сдают? Теперь, уважаемые коллеги, вы знаете, кто сдал автономию? Автономию сдал Тобойщик 2000. Иван Георг говорит, помните, когда в 91-м году мы приняли этот проект, за одну ночь в гостинице мы ее написали в 91-м. Парламент принял в 94-м. Он назывался Гагавузи. Или в самом деле это Гагавузская республика. Что делал в 95-м году новая власть, когда Тобойщик говорит, а зачем нам автономию? Зачем у нас независимые стали? Поэтому нужно просто нам все нужно брать. Каким образом? Мы не раз рекомендовали, Вадим Петрович и Анастасов. Есть вот два человека, имеют шанс. Имеют шанс. Экономический эксперимент. Никто не запрещал провести в Гагавузе экономические эксперименты. Надо взять свои руки. И последнее. По сей день мы экономисты. Вы знаете, все экономические, самый главный показатель, назовите, уважаемые коллеги экономисты, для любого президента. Это занятость. Каждый президент, даже богатейшей страны, они знают. Они знают динамику. Маудави никто не знает. Вот почему я задал тогда. Это что, план какой-то был? Поэтому, Вадим Петрович, просьба, просьба, чтобы депутаты народного собрания знали, а какой уровень безработицы в Гагавузе, в динамике. Как вы приняли Гагавузе? Вы приняли не стулья, а вы приняли народ. Паста, паста, любой пасту, паста, знает количество своих овец. Но чабан, когда потерял, и не знает. А мы не знаем. Села уехали много, не знаем, но уехали очень много. Назовите цифру, какая безработица. Орегистрированные семь, орегистрированные восемь. Наверное, два раза. Я называю свою цифру. Готовьтесь в дискуссию. Моя цифра, уважаемые коллеги, депутаты и члены, моя цифра 65%. Откуда я взял? Каждый студент едет себе в село, где с Гензианом пройдет по улицам. Выборочные. Убери детей и пенсионеров, сколько человек находят работу. И сколько уехали за работой. Это главный показатель мы должны. Как только мы узнаем этот показатель, приоритет. У фармузала какой приоритет будет? У фармузала оценка такая. Передайте Михаилу Макаровичу его оценку. Его оценку поставила история. Он принял Гагаузию с безработицы 32%. Стал Гагаузией 65%. Вадим Петрович, с какой безработицы вы приняли Гагаузию? В ближайшее время, пожалуйста, у себя в дисполкоме, вы приняли Гагаузию. Вы людей. Нет более ценного ресурса, как люди. Не будет людей, не будет ничего. Поэтому, мне кажется, надо определить сейчас с приоритетом. А приоритет – это занятость. Первое и второе – модель управления антикоррупционная. Антикоррупционная, когда мы сократим наполовину весь этот растутый аппарат. А растутый аппарат создан для коррупции. У нас здесь, в Гагаузии. И хватит смотреть на Кишиню. Ничего не изменится. Беспорезно смотреть на Кишиню и ждать. Надо брать глаз в свои руки. Спасибо. Все, дорогие друзья. Я думаю, что наша админарная сессия удалась. И здесь действительно были горячие дискуссии, очень интересные доклады, презентации. Скажу откровенно. Много говорится о том, что у нас есть некое единство между народным собранием и исполнительной властью. С одной стороны, это очень позитивная тенденция. Нету больше тех проблем, которые были раньше, и притягивание канатов с точки зрения влияния и так далее. Сегодня есть четкое понимание, что и как должна делать исполнительная власть, что и как должна делать народное собрание. Но при этом мы забываем о сдержке противовеса. Сегодня неясны механизмы, как народное собрание может надавить, я прямым текстом скажу, на исполнительную власть, чтобы конкретные направления деятельности правительства Грузии были улучшены. Что я предлагаю? Я предлагаю, чтобы общественность открыто и как инициатива взялась за идею создания практики оценки регулирующего воздействия. Такая практика есть во всех регионах Российской Федерации. Но я же не говорю про Европейский Союз, про западные страны и про их регионы. Мы прежде всего всегда говорили, говорим, что нужна прежде всего политическая воля со стороны центральной власти Республики Молдова, чего мы не видим до сих пор. Мы говорим о том, что в 1994 году, когда был принят закон об основном статусе Гагаузии, это было фактически политическое соглашение между Гагаузской Республикой, пусть она была тогда не признана, и Молдовой. То есть это было фактически политическое соглашение. Любое соглашение предусматривает обязательства сторон. Вот все это было реализовано, заложено в базовый документ под названием закон об основном правовом статусе Гагаузии. И по идее, по идее, закон должен был быть, в первую очередь, для руководства Молдова как святым. Никто не должен был помышлять, что можно что-то туда вносить, изменять, потому что там заложены наши исключительные права, опять же, то есть на базе того политического соглашения под названием закон об основном правовом статусе Гагаузии. Но тем не менее, мы видим на протяжении всего этого периода, что разными инструментами парламент, руководство Молдовы, все-таки вопреки правовому смыслу, вопреки тому, что было заложено в базовом документе, они выдергивали одну позицию за другой. То есть, используя инструменты Кайсона Суда, я хочу напомнить, каким образом они исключили право согласовывать и утверждение судей, то есть лишили нас этого права, через решение Кайсона Суда. Мы прекрасно понимаем, что, открыто говорим, что Кайсона Суда – это политический инструмент. В нынешних условиях Республики Молдова, что, собственно, и 20 лет назад было то же самое. Впоследствии парламент за счет реорганизации ряда законодательств тоже забирал наши полномочия с нашего закона. Вот, Магратор, в частности, назвал о том, что мы лишены третьей ветви власти. И он прав. За счет модернизации, реорганизации законодательства, в данном случае, извинили, в 2002 году, значит, судебную систему, убрали трибуналы, и нас лишили права третьей ветви власти. Наделили полномочиями суды общей юстиции, а сами суды не имеют компетенции рассматривать вопросы Кайсона, характера, который относится именно к ГГУЗИ. То есть принятие законов с народным собранием, постановлением и так далее. Я сейчас не буду перечислять все моменты, но вот все это нас подтолкнуло к тому, чтобы апеллировать мировому сообществу, с того, с чем я начал. Мы сегодня, скажу открытым текстом, что пока никакого понимания не нашли. Опыт показывает, что, ну, даже в 2014 году на совместной комиссии народного собрания с Парламентом Республики Молдова мы поднимали вопросы неоднократно. Мы говорили открытые. Вы должны принять, значит, за норму, признать, что, значит, ГГУЗИ является де-фактор политической автономии. Зазвучалось, что только один человек финансировал нас, в принципе, литерендум и так далее. Я с этим в корне не согласен. Я знаю, что бизнесмены ГГУЗИ финансировали литерендум, который мы проводили. Мы проводили здесь. Может быть, и финансировали, но я не знаю, куда деньги эти шли. То, что, знаешь, эти линии передние, знаешь, эти линии других, печати, всего и так далее, это наши бизнесмены, литерендум и финансировали. Поэтому не надо приписывать, что только какой-то другой человек, который находится в Москве, он финансировал ничего подобного. Финансировали ли ли фен наши бизнесмены? Я просто, ну, который занимался плотным этим вопросом, я знаю, я знаю, кто давал деньги, даже, знаешь, это время перед ней, даже, все, ниоткуда деньги не поставили, деньги были отсюда, на наши бизнесмены. Это раз, дорого. За кому это нужно? Это очень нужно, потому что все они выступают. Завтра говорите, о чем вы нам говорите? Подождите, все выступают и говорят, что нам помогли и так далее. Может быть, должна быть ясно в этом вопросе. Спасибо. Я бы сказал так. У нас системный кризис везде. Кризис. Система управления. Система, вот мы возьмем даже в регионе, есть система образования, система здравоохранения. У нас системный кризис. Власть, а я сейчас говорю, к примеру, о нашей региональной власти, должны думать, каким образом и что нужно предложить для того, чтобы системно изменить. Что популярно, все это понимали, что это такое. Если привести некий абстрактный пример. То есть, есть течение, это течение ведет в пропасть. Мы все знаем и заявляем, и говорим. Мы катимся в пропасть. Так вот, для того, чтобы мы не скатились в пропасть, нужны, вот то, о чем я говорю, чтобы выйти из системного кризиса, нужны структурные реформы. Нам нужно плыть против течения. Для этого нужно будет очень сложно и очень радикально вещи нужно делать. Но для того, чтобы это внедрять и делать, надо, чтобы люди, которые это будут внедрять, они должны первое знать, что нужно делать. Второе должны уметь. Третье должны делать. И четверто должны сделать. Без одной составляющей ничего не будет. Я искренне этого желаю нашим исполкомам, потому, как это их преликативы, это они должны предложить идеи. И вот, может быть, я очень надеюсь, что что-то дельное, нынешний состав предложит для того, чтобы мы структурно могли реформироваться. И в этом контексте хочу добавить следующее. И мы должны быть честными, мы должны быть открытыми друг к другу, мы должны быть транспарентными. Я с этим абсолютно солидарен. Но для этого мы должны всегда начинать с самих себя. То есть, при том, что даже мы понимаем, что наш бюджет, он маленький, он ущемленный, мы это признаем, но даже в рамках того бюджета, что у нас есть, мы должны быть очень честными, очень прозрачными. И начинать должны с себя. У нас сегодня, ну я, наверное, ошибусь, но, мне кажется, самая бюрократическая машина в республике. У нас самый большой бюрократический аппарат. Вот об этом нужно думать. Каким образом эту систему ломать? Каким образом доказать на уровне правительства, на уровне Министерства финансов, о том, что нужно эту систему, построенную, а это не система, это пирамида, нужно ее поломать. Потому что мы иначе течем по течению, окажемся в пропасти. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok